Всем привет! Сегодня мы поговорим о ценах на недвижимость в городе Донецке. На самом деле это очень интересная и актуальная тема и сегодня я хочу более подробно углубиться и вам показать сколько же в реальности стоит жилье. Я приведу также сравнительную характеристику с другими городами и сделаем заодно обзор жилья. Как осуществляется покупка либо продажа квартиры? На данный момент в Донецке есть действующие риэлторские агентства, они занимаются документами, техническими паспортами, инфосправками, подготовкой полностью пакета документов для последующей продажи. Их услуги составляют порядка 1000 долларов. Оформление документов, покупка и продажа квартиры осуществляется только по местному законодательству. Вот такие вот сейчас реалии жизни. Кто-то продает квартиру, кто-то покупает квартиру. Вы здесь оформляете все документы. Друзья, не забывайте поддерживать меня. Прямо сейчас поставь жирный лайк, если тебе нравится то, что я делаю. Позади меня находится Донбасс-арена. Знаете, сколько вышла стоимость полностью постройки самого стадиона, а также прилегающей территории? 400 миллионов долларов. С 2014 года ни один матч на этом стадионе не прошел. Меньше слов, больше дела. Давайте перенесемся в виртуальный мир. Ну вот мы переместились на экран. Вы меня только слышите, а я вас не вижу, не слышу, только буду читать ваши комментарии. Зашел я на сайт OLXUI. Я думаю, этот сайт все прекрасно знают. И составил для вас такую небольшую табличку, где Донецк, Мариуполь, Краматорск, Харьков, Одесса, Львов и Ростов-на-Дону. Мы выбрали города как для сравнения. И здесь будем сортировать их по средней цене. Изначально я хотел выбрать трехкомнатную квартиру, потому что, к примеру, семья двухкомнатной мало, четырехкомнатной это много. А вот в среднем люди хотят жить в трехкомнатной. Ну я так решил. Это мое личное мнение. Поэтому мы будем сравнивать только трехкомнатные квартиры. Давайте начнем с Донецка, так как он первый у нас в списке. Переходим на сайт и здесь вводим Донецкая область, город Донецк. Выбираем недвижимость, квартиры и комнаты. Новостройки мы рассматривать не будем, так как я считаю, что новостройки очень дорогие. Возьмем в среднем обычную квартиру с ремонтом не последнего года, а буквально 2011-2013 год. Я думаю, это будет справедливо. А также мы будем сравнивать с другими городами точно такие же условия. Выбираем доллары для простоты вашей визуализации, так как доллар это валюта, которую приблизительно все понимают. Если в гривнах, то не каждый сможет перевести. Давайте выберем, теперь отсортируем, какие квартиры вы хотите. Продажа квартир, этажность. Давайте возьмем ликвидные квартиры, то есть от второго этажа до бесконечности. Также цену указывать не будем, пределы у нас будут различные. Что касается комиссии, комиссия за риэлторские услуги достигает до 1000 долларов. В зависимости на какую сумму вы будете покупать, либо продавать квартиру. Район. Будем выбирать центральные районы. По поводу других городов, ну мы в принципе будем смотреть по состоянию жилища. В принципе, еще осталось у нас выбрать по площади. Но площадь трехкомнатные разные. В среднем от 70 до 85 это крупногабаритные трехкомнатные квартиры. Но мы тоже эту площадь учитывать сильно не будем. Единственное, что выберем количество комнат от трех до трех. Так, ну что, вот у нас уже сортируются квартиры. Продам трехкомнатная квартира по Марии Ульяновой. Давайте глянем. Вчера добавили объявление на состояние ее. Ну что я вам хочу сказать. Ремонт, наверное, двухтысячных, может быть, раньше. Местоположение это Калининский район. Ну практически не центр города, но в центральных районах эта квартира находится. Ну, состояние такое себе. Я бы сказал, что среднее. Даже хуже, чем среднее. Ну, такая вот цена 15 тысяч долларов. Это трехкомнатная квартира. Ну, мы ее выбирать не будем, так как, к примеру, она мне не подходит. Новострой мы не будем рассматривать. Диск 103 квадрата, 58 тысяч долларов. Это так сведено. Вот документы готовы. Шахтерская площадь. Это Киевский район. Может быть, даже граничит с Ворошиловским. Ну, это более-менее уже ремонт хороший, я бы сказал. Жить можно. Да, и ванная нормальная. Ну, это, в принципе, как за основу можно будет взять. 25500. Это не сам центр Донецка. Но, как видите, цена вот такая. Давайте еще парочку глянем. И в среднем потом уже будем смотреть по ценообразованию. Некоторые в комментариях писали, что квартиры у вас по тысячу, по две тысячи долларов. Ну, я не знаю таких цен. Я не видел ни разу. Откуда вы такую информацию берете, я понятия не имею. Опять же, новострой. Обжора на Ленинском. 22 тысячи долларов. Квартира класса Люкс Туполева. Это Кировский район. Давайте ближе к центру возьмем. С паркингом. 85 тысяч долларов. Мы эти квартиры не будем заходить, смотреть. Так как сильно завышенная на них стоимость. Ну, вот это вот 48 тысяч. Ворошиловский район. Посмотрим, что здесь за квартира. Ремонт хороший. Мебель, скорее всего, что остается. Ну, опять, квартиры на любителя. Кому что нравится. Поэтому у каждого свой выбор будет. Ну, в принципе, хорошая жилая квартира. Только цена, конечно, 48 тысяч не соответствует действительности. Прямо сильно много. Цирк 25 тысяч долларов. Ну, цена, видите, варьируется. Более-менее такой не центральный район. От 26 тысяч до 35. Я вот так просто просматриваю. Здесь у нас что? Ну, ремонт есть, но он не 2010-2012. Может быть, даже 2005 года. Я бы так сказал. И цена, соответственно, в Ленинском районе тоже 25 тысяч долларов. Сильно круто. Есть квартиры, я смотрел, и подороже. Но, соответственно, ремонт там уже заходи и живи. Не нужно будет ничего вам переделывать. Трехкомнатная квартира на площади Ленина. Площадь Ленина – это практически самый центр города. Так, что-то тут фотографии очень мало. Нет, это не вариант. Это мы не будем рассматривать. Здесь что у нас? Трехкомнатная жилищная комплекс центральный. 50 тысяч долларов. Новостройки мы не смотрим. Вторичный рынок. Вот. Квартира 84 квадрата. Крупногабаритная, на счерс. Ванна, конечно, в хорошем состоянии. Да, и спальня. Кухня. 35 тысяч. Ну, это, конечно, квартиру я бы даже и посмотрел. Ее в реальности. Ворошиловский район тем более. Самые популярные квартиры, самые дорогие – это Ворошиловский, Калининский район. Ленинский, Пролетарский, Буденовский – не сильно дорогие получаются. А Петровский, Куйбышевский, Киевский окраины – еще меньше будут по стоимости. Новострой опять 73 тысячи долларов. Ну, давайте ради прикола посмотрим, что там у нас предлагается. На звездочке центр Бульвар Пушкина – 73 тысячи. Ну, давайте глянем. Ну, здесь, конечно, видно дорогую мебель. Современная встроенная техника. Большая, широкая, крупногабаритная. Санузел в хорошем состоянии. Это рабочий кабинет. Ну, все сделано, конечно, по уму. Цена 73 тысячи. Так, ну что, в принципе, можно так квартиры смотреть до бесконечности. У нас здесь есть масса других городов. Поэтому давайте, наверное, в среднем возьмем трехкомнатная квартира. Стоит в Донецке сейчас, на данный момент, вот 36 тысяч долларов. 26 500. 22 500 Донецк Сити. Давайте глянем состояние. А тут тоже 6 фотографий, она пустая. То есть, квартиру, если вы будете покупать, она пустая, то, соответственно, технику вам нужно будет еще докупать. Ну, это так. 22 500 чисто за коробок. Ну, опять же, смотря какой ремонт. 84 500 новостройка. Давайте сделаем так. Из всех просмотренных вариантов, я бы так сказал, квартиру трехкомнатную. В зависимости от каждого предпочтения, индивидуальности, характера ремонта. Доступный вариант, наверное, начнется от 30 тысяч долларов, я бы так сказал. 28, 30, до 35 это вы купите квартиру в хорошем состоянии. Вот, к примеру, трехкомнатная квартира на бассе. 30 тысяч долларов. Ну, конечно, да. Интересный интерьер, ремонт. 30 тысяч. Ну, это не центр города. Ну, давайте, ребята, в среднем возьмем цена. Какую? Я думаю, вы со мной будете согласны, чтобы не завышать сильно цену. Ну, и по AllX вы прекрасно видите, что цены ниже 25 тысяч вы квартиру в хорошем состоянии не купите. Ну, давайте, чтобы вот квартира заходи и живы, будет стоить порядка, наверное, 34-36 тысяч долларов. Ну, возьмем, давайте, 34 тысяч. Это у нас будет такая средняя цена. Это мое субъективное, индивидуальное мнение. Давайте перейдем дальше. Выберем место Донецка, Мариуполь. Так, Мариуполь, Донецкая область. Поиск. Характеристики у нас остались такие же, поэтому сейчас будем смотреть цену в Мариуполе. Мариуполь находится практически 120 километров от Донецка. Выбираем недвижимость, квартиры, комнаты. Доллары у нас уже стоят. Здесь продажа квартир, комнат. Выбираем этажность ликвидной от второго. Количество комнат три, от трех до трех. Площадь не указываем. И этаж сейчас выберем от второго. И будем смотреть. Продам квартиру в элитном комплексе, но новостройки мы не смотрим. Цена снижена. Трехкомнатная квартира Приморский. Ремонт, я бы сказал, двухтысячных. Может где-то что-то обновляли, но не сильно. 2005 года вот так. Цена у нас 23 700. Дальше. Трехкомнатная квартира в Приморском районе. Это вот, конечно, по фотографии вроде бы интересно. И тем более она в топе. Продвигают ее. Поскорее хотят продать. То я бы не сказал бы, что ремонт. Последних годов. Ванна. Как-то сильно все заставлено. Цветы. Дискомфортная. Ситуация какая-то. Прямо чересчур. Не знаю, как вам. Сильно всего натыкано. Ну, это мое, конечно, мнение. Особенно вот в ванной. Если заходите, представьте, как там, что там. Место, что ли, нет. Либо люди любят так как-то жить. Ну, дело хозяйское. Ну, 36 тысяч долларов стоимость данной квартиры. 30 тысяч восточный. Ремонт где-то 2005-2007 года. Может, даже чуть раньше. 28 тысяч долларов. Давайте глянем дальше, что у нас здесь продается. Металлургал 3500. Эталон 26700. Трехкомнатная 55 тысяч. Это тоже, наверное, какая-то суперская. Как в Донецке по 70, по 60. Мариуполь-Приморский район. Так, что у нас здесь? Ну, в принципе... Да не сильно такой и свежий ремонт, я бы сказал. Чуть-чуть обновили. Ванна маленькая, кухня маленькая. И цена, соответственно, 38 тысяч. Дальше смотрим. От собственника 39, 29800, 30, 32 тысячи, 21, 35. Ну, в принципе, по ценам, я бы сказал, сопоставимо с городом Донецка. Может быть, разница порядка 3-4 тысяч долларов, не больше. Если бы мы смотрели данные за 2013-2014 год, то Мариуполь бы значительно отставал бы по недвижимости, по стоимости с Донецком. 32 тысячи. 24. Ну, в принципе, цены похожие. И, я бы сказал, практически одинаковые. 30, 36. Ну, это уже те объявления, которые мы некоторые просматривали. 31 тысяча. Это вся информация открытая. Вы можете, как и я, просмотреть просто, чтобы для наглядности я не был многословным и сравнивал с реальными картинками и фотографиями. Ну, в принципе, ремонт хороший. Я бы сказал, свеженький. И цена 31 тысяч. Давайте, наверное, запишем в Мариуполь. Трехкомнатная квартира. Ну, я думаю, порядка 32-33 тысяч долларов в хорошем состоянии вы сможете купить. 32 тысячи. Ну, пока у нас лидирует Донецк. Давайте сейчас выровняем все. Сделаем по центру. А это мы просто удалили. Дальше у нас идет Краматорск. Давайте выберем Донецкая область. Город Краматорск. Характеристики те же. Трехкомнатные. Условия. Все точно так же. Друзья, ну, вы пишите комментарии, как вам вообще квартиры и какие у вас стоимости. Выбрал я эти города произвольно. Кто-то писал в комментариях. Кому-то было интересно тот или иной вариант рассмотреть. Много городов не стал выбирать, но самые ключевые, я думаю, вы увидите. Квартира. Продажа квартир. Этаж от второго и количество комнат от трех до трех. Пока по цене лидирует у нас Донецк. Но с 2014 года недвижимость в Донецке упала в разы. стоимость. Доллары выбрано. В принципе, все. Здесь у нас... О, тут цены, конечно, поменьше, даже, чем в Мариуполе. Трехкомнатная. 16, 13. Но я смотрю, не сильно вариант такой подходящий. Оно вот это, второй этаж. 23 тысячи. Ремонт свежий. Фотографий много. Широкая квартира. Мебели нет. Так, может, сделали чисто под обделку. Либо кто-то выезжал, переезжал. Ну, ванная более-менее в таком хорошем состоянии, я бы сказал. Ну, на 2005-2008 год. Цена 23 тысячи. Давайте дальше пройдемся. 30 тысяч. 18 тысяч. 20, 17. 70. Ну, тоже такие квартиры есть. Ну, это чересчур прям, я считаю. Что в Донецке, что в Мариуполе 70 тысяч. Ну, это прям квартира элит-класса. 12 500. Ну, что-то маловато так вариантов. Даже за 30 тысяч. О, 45. Давайте глянем. Автономное отопление. Вот 20, 25, 22 тысячи. Тут раз 45 тысяч. А не занадто. Площадь, кухня, санузел отдельно. Не знаю, не знаю. 17, 16, 45. Это, может, какие-то супер-пупер квартиры. Тут всего объявлений очень мало. Краматорс, как и Мариуполь, небольшие города по сравнению с Донецком. Поэтому, соответственно, и квартир. Всего 41 объявление найдено. Немного. Цена 21,500. Здесь 19 тысяч. Цены здесь, конечно, намного меньше, даже если сравнить с Мариуполем. Ну, ремонт 2010, может, 2012 года. Так, ну, что, давайте, наверное, в среднем посчитаем. Краматорске, трехкомнатная квартира. Ну, я думаю, чтобы сильно не занижать, то порядка 24 тысяч долларов, я думаю, вы купите квартиру в хорошем состоянии. Дальше идем. Харьков. На очереди у нас Харьков. Один из самых крупных городов в восточной части Украины. Я там, к сожалению, ни разу не был. Хотел бы туда попасть. Показать бы вам, поснимать, что там да как происходит. Конечно, город по видеороликам мне очень нравится. Давайте выберем Харьков. Посмотрим стоимость недвижимости. Трехкомнатная квартира в хорошем состоянии. Сколько же она там будет у нас стоит. Здесь выбираем рубрику недвижимость. Районы мы не выбираем. Валюта у нас доллары. Квартиры комнаты и выбираем продажа квартир и комнат. этаж от 2-го. Всех в принципе одинаковые характеристики. Поэтому тут особо докапываться не до чего будет. гтлx обновили после каждого года что-то там прогружает. Все. Тут цены уже повыше. Допустим 36000 долларов. Трехкомнатная квартира от собственника. на салтовке. Давайте глянем посмотрим. Кухня нормальная. Зал. Коридор наверное. Спальня. Ремонт наверное не доделанный. Либо как-то что-то неудачно сфоткано было. 36000. за 36000 конечно можно что-то другое посмотреть. 50000 200000 ого тут уже все посерьезней. 65 45 32000 65 47 давайте 47 глянем. тут конечно ремонт я бы сказал хороший. Спальня ну не прям суперский хотя ванна обклеена чем-то. Ванна вообще очень маленькая. У кого замкнутое пространство болезнь есть такая проблема с замкнутым пространством то я бы не советовал вам там что-то делать. 47000 цены здесь конечно повыше ничего не скажешь. 35 вообще сильно 34 ну давайте глянем в каком состоянии тоже ремонт видимо сделан недавно обои переклеены 34000 и такая квартира в Краматорске будет поэлитней 88 42 давайте какой-то нормальный такой жилой вариант найдем 28500 нет 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 48500 с капремонтом почему так мало фотографий выставляет я не могу понять ну люди квартиру продают что они так жалко им что ли лишних 5-10 фотографий добавить наоборот же покупатель когда смотрит ему главное побольше фотографий чтобы сравнить показать посмотреть 61000 давайте за 61 глянем трехкомнатная квартира ремонт свежий видимо сделан недавно ну и цена соответственно хозяин 60000 долларов 43000 ну 43 это такой я бы сказал бабушкин вариант 35 53 ну давайте наверное в среднем возьмем цену порядка я думаю 45 да 45000 это как минимум а то даже и 49000 за трехкомнатную квартиру в городе Харькове пока Харьков у нас лидер по стоимости по квартирам давайте глянем город Одесса такие же будут характеристики такие же параметры Одесса Одесская область не забываем что город это курортный это самые дорогие квартиры мне кажется будут в Одессе либо во Львове пятьдесят пятьдесят тысяч сто шестьдесят но это слишком двадцать восемь это наверное вообще сталинский вариант трехкомнатная сорок с видом на море ну конечно рассматривать мы не будем новостройка новостройка трехкомнатная по Богдана Хмельницкого тридцать две пятьдесят две давайте трехкомнатная это наверное новостройка да пятьдесят три тысячи о вот эта квартира понравилась сразу по фотографии кухня большая широкая просторная кухня кухня хорошая ну и зал в принципе более-менее ну и цена пятьдесят семь тысяч на Таирова здесь квартиры мне кажется даже подороже чем в Харькове сорок три тысячи мы рассматриваем вторичный рынок новостройки еще раз напоминаю мы не смотрим вот тут такой себе вариант за сорок три тысячи дальше 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 что у нас дальше 35 55 55 56 на канатной на приморской приморский квартира более-менее в таком хорошем состоянии цена соответственно 56 тысяч да здесь конечно в Харькове и в Одессе квартиры подороже чем в восточной части Украины ну соответственно и цена цена тоже подороже 105 59 36 ну давайте за 36 глянем я бы не сказал что ремонт прям советский жилой вариант и цена 36 тысяч ну давайте что запишем наверное в Одессу стоимость трехкомнатной квартиры наверное в хорошем состоянии это будет 50 тысяч я думаю это будет справедливая цена не сильно крутой ремонт ну и не самый худший вариант Львов один из самых больших туристических городов в Украине я думаю здесь цена будет очень высокая очень высокая но там сейчас глянем квартиры валюта доллары все в долларах продажа квартир комнат площадь мы не указываем количество комнат от трех до трех этаж от второго района не выбираем смотрим так приценяемся 49 тысяч давайте первую глянем Львов железнодорожный о 20 фотографий любо смотреть красотища ремонт я бы сказал хороший не знаю как вам но мне квартиры студии не сильно нравятся не знаю почему вы там и готовите и отдыхаете это все будете жарить котлеты или там мясо это все будет по всей квартире при хорошей вентиляции это конечно можно все запахи избежать но я не знаю мне что-то эти студии не нравятся хотя это по-модному по-молодежному по-современному 49 тысяч неплохая цена да в принципе квартира неплохая 49 40 92 71 такие варианты мы не рассматриваем дальше 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 70 56 500 63 здесь цены конечно за 10 тысяч за 15 вы даже и халупу какую-то не найдете 60 тысяч 45 52 второй вариант вторая страница 52 49 это топовые квартиры которые покупают рекламу одни новостройки 250 тысяч 92 что-то и вторичного рынка маловато хотя можно было выбрать сразу вторичный но мы так будем смотреть трехкомнатная 85 вот 55 тысяч давайте глянем ремонт более-менее нормальный так комнатки небольшие ванная в хорошем состоянии я бы сказал интересная спальня балкон жилой вариант видите студия тоже жилой вариант и в принципе достойный 55 тысяч давайте эту цену и возьмем 55 тысяч долларов пока это лидер по недвижимости львов на первом месте сейчас давайте теперь сравним стоимость квартиры в ростове-на-дону выберем купить квартиру трехкомнатная и давайте выберем сразу вторичка цена здесь будет показана в рублях но мы потом эти рубли переведем на дозор посмотрим сколько же стоят квартиры в ростове вот к примеру ростов-на-дону ростов-на-дону 4200 без фотографий квартиры мы конечно смотреть не будем 3900 3900 3300 это миллион 9800 2900 сейчас какой-то подходящий вариант выберем и рассмотрим его ну давайте к примеру давайте что-то получше возьмем вот это более-менее такой презентабельный вариант 3700 3 миллиона кухня зал ну я бы не сказал что ремонт сильно крутой и цена соответственно 3700 да надо будет потом перевести это все на доллары 1 доллар сейчас в среднем стоит 69 рублей но мы потом поделим на 69 и запишем эту стоимость в долларах да ребята знаю что ролик сильно нудный ну а что делать ничего не поделаешь цены то надо сравнивать давайте наверное такой вариант глянем как комнатная квартира в Ростове хороший вариант я бы сказал не сильно но презентабельный цена 4800 дальше 2 2 миллиона 3 4 миллион 700 поселок мирный миллион 400 миллион 700 это шахты возле Ростова 3 400 3 800 ну я бы сказал наверное в среднем 3 800 3 700 миллиона будет квартира ну к примеру 2 2 300 глянем 58 квадратов в принципе более-менее ну ванна конечно староватая переделывать надо и цена 2 300 дорого очень дорого я бы сказал Батай из Кростов на Дону ну вот давайте 65 квадратных метров пятый из шести этажей 3 200 ну тут вообще такой вариант не сильно подходящий сколько квартиры в Ростове стоит интересно интересно о это наверное супер какая-то хотя нет 77 квадратов второй из пяти этажей это более-менее уже достойный вариант я бы так сказал да сколько он стоит у нас 3 700 ну давайте возьмем за основу эту цену 3 700 давайте 3 700 мы поделим на 69 пока здесь равно поставим это у нас будет цена в долларах 53 тысячи ну давайте возьмем 53 тысячи долларов ну вот в принципе вот такая у нас получилась сравнительная характеристика стоимости жилья недвижимости в городах на первом месте у нас Львов на втором Ростов на Дону третье Одесса четвертый Харьков пятый Донецк Мариуполь на шестом месте и Краматорск на седьмом давайте немножко я вам увеличу цифры чтобы вы ориентировались то есть Львов первый Ростов у нас будет на втором месте Одесса на третьем ну и здесь у нас пятерку замыкает Донецк Мариуполь на шестом месте и Краматорск на седьмом вот такие получились цены каждый день что-то меняется неизвестно что будет в следующем году поэтому будем периодически мониторить цены если вам понравился такой формат выпусков влогов напишите комментарий что вы думаете какие у вас цены на квартиры пишите может мы сделаем именно ваш город либо этот формат подойдет для других городов будем сравнивать страны может быть эта информация будет кому-то полезна и интересна ну а с вами был на канале Виконста хотя вы меня не видите но прекрасно слышите пишите пишите еще раз пишите всем пока пока субтитры